Приветствую друзья путешественники! Мои подписчики помнят триллер под названием пила в трех частях, когда я купил пилу в эпицентре. А теперь я вам представляю блокбастер чемодан купленный в эпицентре или видео о том какой чемодан не нужно покупать это пожалуй будет одно из самых полезных видео в разделе путешествия товаров ну прежде всего скажу материал здесь матерчатый не пластик есть впереди два кармана. Это плюс. Молнии ездят хорошо, их не клинит. Есть одна ручка сверху, одна сбоку и колеса которые якобы по разным отзывам, обзорам считаются более надежные. Колеса которые утоплены частично в корпус чемодана. Что у нас еще какой важный элемент есть это ручка. Два положения. Одно на половину выдвинутое и второе выдвинутое до конца. Так вот, корпус его матерчатый, замки молнии, выдвижная ручка и даже вот эти матерчатые ручки, на первый взгляд которые такие ненадежные, но на самом деле они прошли достойное испытание. Все это у нас в данном чемодане не подвергается критике и справилась с тест-драйвом с перелетом в Китай. Великолепно. Что касается колес, вот здесь уже у нас есть залет. И вот именно на таких чемоданах я вас призываю обратить внимание, что эти колеса, они вот, у них ось искривилась туда, вдавилась в крепление и теперь они просто трут ужасно. Как бы ехать его тащить можно, но он уже едет туго, особенно под хорошим весом они просто туда очень сильно вдавливаются и это уже получается не колеса, а какой-то обычный Волок. Как вы поняли это был очень-очень бюджетный дешевый чемодан, поэтому вот вам ответ стоит ли или не стоит его покупать. Как бы одна поездка и сразу колеса у нас уже превратились не в колеса, а что-то такое непонятное. Мне было интересно, как поведет себя такой чемодан. Я решил купить его на свой страх и риск и убедился в том, что не зря он такой дешевый, бюджетный. Посмотрим его еще и внутри. Тут есть дополнительный отсек. Можно под эту материю поместить какие-то еще вещи. чтобы не помялись, например, кстати, очень помогает. Здесь у нас под отбивкой скрыта конструкция выдвижной ручки, а также мы можем получить доступ к колесам. И здесь замок молнии, в принципе, весьма такой неплохой, как вы видите. Можно его даже одной рукой открывать. не заедает, не клиник его. Вот. Еще один такой интересный момент. Просто фанерка. Здесь еще более тонкая какая-то дощечка или композитный материал. Оно не повредилось, оно осталось целым после поездки, но хочу сказать, что не факт, что в других поездках оно бы не поломалось, поскольку все-таки, мне кажется, не очень надежный материал, особенно зная, как кидают чемоданы при разгрузках. Вот мы видим наше колесико. Я попытаюсь разобраться с этой конструкцией, и в следующем видео на эту тему, во второй части этого блокбастера «Чемодан из эпицентра» я постараюсь заменить эти колеса и продемонстрировать, что у меня из этого получилось. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.